Микс Ньюз Лайф Ис Гуд Люблю Лайф Ис Гуд Приятно слышать и всегда уместно сказать Теперь каждую среду в 10.00 Мы говорим вам Люблю В нашей новой передаче Люблю Лайф На Радио Болтком Здравствуйте, доброе утро, уважаемые слушатели Радио Болтком Действительно наступило время журнала Люблю, люблю Инна Авина, главный редактор журнала Всем доброе утро И с Новым Годом, и с Рождеством И со всеми зимними праздниками Потому что мы не виделись уже очень давно С прошлого года не виделись И сегодня, казалось бы Вот такая трогательная, хрупкая Женская программа В нашем эфире Такая нежная И тем не менее, сегодня гости у нас Такая очаровательная И представитель Представитель достаточно, казалось бы Вот, ну, не женского дела Да, в этом и интерес Татьяна Смертьева Тренер по карате И рефери турниров Вот так Татьяна, доброе утро Доброе утро, здравствуйте Расскажите нам, Таня Как же вы Каким образом Вот попали В такое удивительное Вроде бы Неженское С нашей точки зрения Дело Знаете, наверное Это очень спорный вопрос Неженское ли это дело Не знаю Потому что Да, потому что Если даже посмотрите Вот в журнале Девочки из нашей ЛККЛ-школы Которые занимают На чемпионатах Не только Латвии Но и Швейцарии Германии И других странах Первые места Но при этом Они такие же Красивые Женственные Как и другие девочки Олег, согласись Ну, красотки просто Правда? Ну, шикарные Да Вот, поэтому Не могу согласиться Что это спорт Не для девочек Это спорт Для любого человека Потому что Он будет Все равно Растить В каждом ребенке Впоследствии Характер Характер Упорства И устойчивость К каким-то Стрессовым ситуациям То есть парень Может идти С этой девушкой Смело По темным В наш век Побеждающего Феминизма Ребята Да Но я когда-то В свое время Тоже занималась Карате У этого же тренера Который Директор ассоциации Эдгар Айспур И пришла Потому что Тоже хотела Быть уверенной В себе Меня в школе Обижали Очень сильно Девочки обижали Таня В каком возрасте Это было? Я пошла Заниматься Где-то мне было Лет 10-11 Я совсем маленькая 12 А, ну это такое Начало Вот этих Наверное Выяснений Отношений Да Подрастающие Десятилетние дети Да Которые вот уже Из пупсиков Превращаются В таких Перетинейджер И вот меня Первый раз Обидели Я сказала Что мне Надо куда-то Идти Учиться Драться И папа Отдал Кэтгу Распорт Я тоже его занималась, и все пошло настолько вперед, потому что это философия, это же не только о спорте, а философия. И меня тренер научил всегда быть уверенной в себе внутри. И он мне всегда говорил, ты должна на остановке стоять так, чтобы к тебе никто даже не хотел подойти и обидеть. То есть ты должна внутренне ощущать, что ты сильная. Я, когда, помню, шла с дискотек, мне лет 16 было, и никогда не боялась ночью. Думаю, ну, если трое-четверо на меня нападут, ничего страшного, я их раскидаю по сторонам и все. Не факт, что это могло быть. Но это внутреннее состояние твоей души, что если что, троих-четверых раскидаю, кого-нибудь покалечу, еще что-нибудь, но убегу в каком случае. Поэтому это такой вид спорта, наверное, больше для тех, кто хочет внутри себя поиметь силу и устойчивость к жизни. То есть это то качество, которое в принципе нужно и в жизни, в работе, в том, чтобы не обязательно... Ну, в профессиональном спорте, видимо, не обязательно, да. Не обязательно. Я могу точно сказать, что я очень много в жизни пережила стрессовых ситуаций, таких серьезнейших, когда руки опускаются у очень многих. Это там болезнь очень серьезная сына. И хотелось опустить руки, но нет, ты идешь вперед, ты понимаешь, что точно только через какие-то испытания, приобретение опыта, ты становишься более сильным. Но, да, из спорта я ушла все равно, не осталось профессионально дальше заниматься, но при этом я все время помнила о том, что когда у меня вырастут дети, я их отдам в карате. И ведь, конечно, не обязательно это карате или дзюдо или плавание, но это должен быть спорт с очень сильным наставником, который даст философию. Вот что важно, да? Конечно. Важно, чтобы был наставник, которого ты... Я Эдгара помню всю жизнь, в какие-то ситуации я помнила все его фразы, которые он мне говорил в детстве. Вот тому это такое... Это очень важный психологический момент, а особенно я так думаю, что для детей, которые сталкиваются с какими-то сложностями... Именно так. Вот как вы сказали, меня в детстве обидели, да, я расстроилась. Слава Богу, что нашелся папа с мудрым советом, да, и хорошо, что вы эту ситуацию проговорили. Насколько я понимаю, сейчас очень часто, и мы тоже пишем в школах, ситуации, когда обижают ребенка, когда начинают травить, например, неважно, мальчика или девочку, но дети замыкаются, и родители очень часто, и даже не подозревают, что этот ребенок там уже ходит по школе... Замученный совершенно. Замученный, да, забитый, боится выйти, потому что его там встречают, например, на пороге, да, и там дальше уже ведут за угол, бьют, и родители не всегда знают. Учителя очень часто отмахиваются. Вот с такими детками вы бы советовали тоже идти в спорт? Или, я не знаю, начинать с психолога, может, еще? Что делать в таких школьных ситуациях? Сейчас я тоже пришла к тренерству, я тренирую детей, но тренирую именно малышей, которых не всегда хотят брать, оттренировать. А малыши это на сколько они малыши? С двух лет. О, с двух лет? Спасибо. Да, у меня дети с двух лет, основная масса, конечно, приходит с трех, но с двух лет мало кто берет, тренера, мужчины вообще не очень хотят возиться с маленькими. Ну, для них это вообще младенцы, я так понимаю. Да, они там не понимают, что с ними можно делать, но при этом у меня есть... А что с ними действительно можно делать вот в этом возрасте? Первое – это учить дисциплине, учить тому, что если тебе, говорит старший, что-то сделать, кто-то должен уважительно к этому отнестись, со смирением выполнить это задание. Вторая вещь, которую мы учим, это быть более собранным, то есть не расхлебанным, когда там родители все равно, мы все, как правило, нашим детям разрешаем, ну, попрыгай, ну, побегай, а здесь надо все равно их в какие-то рамки поставить, не задевая их достоинства. И это очень важно, чтобы они чувствовали себя важными и нужными, с достоинством, но при этом они в рамках. Поэтому мы их учим в физической подготовке, безусловно, то есть это хорошая пробежка, потому что мне очень часто родители спрашивают, а пять минут бегать – это немного? Нет, это немного, это мало. Нужно бегать много. Ну, на самом деле, да, ну что там пять минут? Ну, то есть просто погонять их по кругу, скажем. Конечно, да, конечно. Поэтому мы делаем с ними физическую подготовку. Они учатся стоять на одном месте и не двигаться все время, как белка в клеск. Вот это, мне кажется, ребята даже сложнее, чем пять минут бегать. Да, их стоять пару минут. Есть команда, фуды дачи, они должны стоять ровно, красиво, не двигаясь, и слушать тренера. То есть это уважение к старшим. Если есть более старшие дети не по возрасту, а по опыту, они должны очень уважительно к ним относиться. Поэтому самое главное… То есть это иерархия, Тань, я так понимаю, в том числе, да? В том числе иерархия, конечно. То есть свое положение в коллективе, свое положение по отношению к тем, кто ниже и выше тебя, правильно? Да, конечно. Ну, это то, с чем мы потом живем всю жизнь на самом-то деле. Вот, то, что я это и говорю, что спорт, он воспитает не только именно спорт, как ты должен себя вести в школе, что старший всегда прав, учитель всегда прав, и ты не можешь позволять себе встать, бегать по классу. То есть ты должен быть более собранным. Дальше в работе, да, что начальник – это начальник, ты должен его уважать и так далее. Да, коллеги – это коллеги, ну и так далее, и ступенька по эр. Да, то есть вот этим вещам мы учим именно маленьких детей. Потом, безусловно, я уже отдаю своих малышей Эдгара Айспори, он уже дальше воспитывает в них дух и так далее. А насколько вот эти дети, как они воспринимают эту философию? Потому что ведь, может быть, для кого-то действительно это сложно, вот, ну, выполнять задания, держать себя в рамках, вот, ну, то есть это нужно делать какое-то усилие над собой, охотно ли они это делают? Да, дома мамы, бабушки, няне. Да, там все балуют их. Да, 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 все балуют. Ну, у меня, вот, уже третье поколение детей, которых я воспитываю, не ушел никто, ушли только те, может быть, дети, которые больше родители проявили слабину. Вот, а моему ребенку было больно, он там плакал. А больно, это у них, когда их растягиваешь, конечно, это мышечная боль, для них пока что не ассоциируется, как с нормой, да. Вот, но дети делают с удовольствием, потому что я очень люблю детей, и я думаю, что это одна из основополагающих вещей, как и для учителей, там, для воспитателей, для тренеров, ты должен любить в своем сердце ребенка. Просто вот его создание, как ребенка. И они ведь это чувствуют и считывают. Насколько ты бережно будешь им это объяснять, не доводя до скандалов, а просто через объяснение, и у нас очень важны обнимашки. Ведь для детей так важны обнимашки. Мы всегда с ними обнимаемся до тренировки. У меня и ходит девочка, очень известного спортсмена Юрия Гудсона, Лавра, она такая милая. Она всегда, можно с вами обняться? Конечно, можно. То есть нет такого, что мы пришли на спорт, обнимашек нету, все встали, все деремся. Нет, нужна любовь. Все равно не только дело в том, что мы хотим, чтобы наши дети были чемпионами. Мы все хотим, чтобы наши дети были счастливыми. Вот у меня очень такой философский вопрос. А как объяснить детям? Ну вот с одной стороны, мы учим их относиться уважительно и выполнять то, что тебе прикажут, но с другой стороны, чтобы как ребенок должен понять, что если, например, условно говоря, хулиган ему приказывает, отдай мне свои деньги, или там, ну не знаю, кто-то в классе начинает им помыкать. Отрицательный лидер, допустим, класса. Да, вот как понять, к какому лидеру можно, ну кто действительно достоин уважения, а кому нужно наоборот дать отпор и сказать нет, я это делать не буду. Маркеры некие, этические. Ну, из-за того, что я все равно больше тренирую малышей, а у них еще нету такого, у них больше через силу все проявляется, потому что вот они больше задают вопросы родителям, что делать, если моего ребенка ударили. Тогда я как бы объясняю всегда, либо взять за руку и достаточно сильно нажать, сказать, не обижай меня, если ты меня обидишь, я дам тебе сдачу. Предупредить, не драться сразу. То есть я всегда учу и своих детей учу, и малышей учу. Предупредите, что вы дадите сдачу. И я все-таки не хотела бы разделять, что вот если один авторитет там очень-очень, то ему я буду подчиняться, а второй авторитет не очень, я не буду. У тебя свой авторитет, ты сам для себя авторитет. И не надо никому не подчиняться, не себя подчинять. Нужно сделать так, чтобы было уважение обоюдное. Как это сделать? Это в первую очередь то, что вы в начале передачи сказали, психологически быть уверенным в себе. И возможно, помимо спорта нужен психолог, безусловно. Но, отвечая на ваш вопрос, не подчиняться, а строить свою какую-то линию, которая будет психологически, морально, физически подчинена общим более-менее стандартам жизненным. То есть, просто предупредить, я не буду делать, как ты говоришь, потому что я так не считаю. Но я уважаю твою точку зрения, уважаю мою точку зрения. Если, конечно, не получается с первого раза, со второго раза, иногда приходится проявлять силу. Приходится и ответить. К сожалению, так есть, и от этого никуда не уйдёшь. Дети более жестокие, чем родители, мы это все знаем, что они пытаются доказать через силу свои какие-то удачи или неудачи. Но мы все родом из детства, как мы знаем, поэтому надо взрослым всё равно давать вот эту психологическую сторону, что ты личность. Просто объяснять не получать. Ведь не всегда у родителей получается не потому, что это родители такие. Просто ребёнок уже не воспринимает родителя как авторитета. И тогда нужно прибегать к каким-то другим вещам. Ну, в этом смысле, кстати, я точно знаю, что очень часто важную и единственно возможную такую спасительную роль как раз-таки играет тренер. Да. И пресловутых трудных подростков, с которыми не могут справиться, например, мама одна, которая воспитывает мальчика двух-трёх. Ну, бывают же такие ситуации, правильно? Я сама воспитываю двоих детей, мальчиков. А, ну вот, пожалуйста, да. И тогда, допустим, если нет, ну, вот какого-то авторитетного мужского начала прямо под рукой, тренер может выполнить эту роль, правильно? Да. У меня определённые были проблемы и у старшего, и у младшего. И я даже звонила тренеру и просила, Эдгар, поговори, пожалуйста, с Кириллом, потому что у нас вот такая проблема и вот такая проблема. Но ещё раз повторюсь, у тренера должна быть не самоцель, а чемпион, а у тренера должна быть любовь к детям. Любовь вообще к человеку, как таковая. Это на первое место. Я всё-таки ставлю на первое место любовь. Потому что если, конечно, мы говорим о спорте, где мы хотим вырастить чемпионов-чемпионов, наверное, там места любви намного меньше, там идут к определённым задачам. Ну, это же часть вашей профессии. Да. Безусловно, любому тренеру для того, чтобы понимать своё место в профессии, нужны и рейтинги, нужны победы, правильно? Да. Нужно участие в каких-то международных турнирах, важных там для вашей квалификации или вашего вида спорта. Ну, это как бы очень понятная такая история. Просто здесь нужно, да, играть. И то, чему учат Эдгар Айспуре, то есть это на пьедестал ставить человеческие отношения, любовь к детям, и чтобы наши дети были счастливыми, самое главное. То есть у него это самое главное. А потом уже все победы. А потом уже чемпионы. То есть философия его такая, и я его поддерживаю, мне это симпатично. А насколько вот у девочек, например, не является ли вот их слабой стороной, например, эмоциональность? Ну, то есть вот считается, что все-таки юноши менее подвержены эмоциям, чем девочки. То есть может быть они более воспринимают эмоциональные неудачи, там, ну вот... Нет? Удивлю вас? Нет? Получила в нос, зарыдала. Нет разве такого? Знаете, сколько мальчики плачут? Вы даже не представляете. Нет, не представляете. Вы даже не представляете. Потому что девочка, как бы, она изначально воспринимает свою какую-то победу, как победу. А проигрыш, конечно, для нее это уже изначально переживание. И она уже изначально переживает. Мальчик изначально не переживает свой проигрыш. Он настроен на победу. Он не думает о том, что он проиграет. Девочка сразу, наверное, думает, что она может проиграть. А, то есть я могу и так, и могу и вот так. Да, ну она девочка. Да, да, и что мальчик изначально настраивает себя на победу. И, конечно, когда он проигрывает, он очень плачет. У меня есть очень много мальчиков, которые расстраиваются. Больше девочек. Потому что мне, это мое мнение, что они больше настраиваются на победу. Девчонки, ну, выиграю супер, но не выиграю опыт. Поеду в следующий раз на соревнования. Девочки более, наверное, терпеливы к своей мечте. Они идут медленнее, может быть, чем мальчики, но они более терпеливы. И если девочки занимаются серьезно спортом, они реже бросают, чем мальчики. Мальчики могут быстрее уйти со спорта. И если посмотреть, вот именно в нашем клубе те девочки, которые изначально пришли занимать, у нас никто не ушел. Мальчишки уходят, приходят, могут уйти, через год опять прийти. А девочки нет. Вот особенно и Алиса, и Маша, они все у нас как пришли. Алиса и Маша, это победительницы, о которых в нашем журнале написано? Алиса, Маша и Настя, да. А Алиса вообще занимается каратэ 8 лет. Вот она как пришла, и вот ей попробуй скажи, давай уйдем со спорта. Нет, как это без каратэ жить? Нет. И я ведь тоже, я прозанималась всю свою молодость, и все равно вернулась к этому. Я все равно рядом с этим каратэ, и, наверное, иногда все равно есть мысли вернуться и начать спарринговать. Просто понимаешь, что когда уже столько лет, наверное, может быть, уже не надо. Хотя очень много тренеров из-за границы мне предлагают по-прежнему заниматься. Татьяна, давай, давай, давай. Вспомним былое, давай. Ну, как-то да. Поэтому девчонки всегда будут более выносливые и менее плаксивые, чем мальчики. Другое деление, национальное. Насколько в национальный характер? Отражается ли в спорте или нет? Нет, нет, вообще нет. Ну, как бы я вообще... А знаково русских латышских деток в школе, в клубе вашем, в каратэ-спорте? В нашем клубе, наверное, чуть больше русскоговорящих деток, может быть, в силу района, потому что у нас происходит... А где вы территориально находите? Кингаракс и Пурциэмс. А, ну, наверное, это будет исторический. Кингаракс больше, конечно, так исторически русскоговорящий. Пурциэмс плюс-минус пополам. К нам еще приезжают детки из других районов. Как-то так исторически сложилось. Но у меня вообще нет уделения по национальности. Я больше бы сказала, что казахи, россияне, россияне, вот мы часто ездим в Калининград на соревнования, они более такие жесткие, даже жестокие, я бы сказала. О, какое. Да, чем мы... Мы когда приезжаем в Россию на соревнования... Даже мелкие дети? Да, да. Более агрессивные? Они более агрессивные. У нас мы деремся в шлемах, в жилетах. Выезжаем в Калининград, они там дерутся даже без жилетов уже с шестилетнего возраста. То есть у нас в Европе более бережно где-то... А, то есть у нас больше как бы степеней защиты получается, да? Да, больше степени защиты, чем в России. То есть вот в этом смысле бы национальность поставила куда-то. Ну и, конечно, японцы, да? А японцы? А японцы, конечно, они более выносливые, что ли. Но у них карате – это вообще их природа, их мама как бы, да, карате. Поэтому они такие... А вот интересно, у них карате – это национальный вид спорта, номер один в рейтинге, номер один, безусловно, да? Да, безусловно. Сколько забирает вообще занятие ребенка? Ну вот сколько нужно уделять этому времени, если ребенок хочет, ну, чего-то добиться в этом виде спорта? Вопрос здесь такой неоднозначный, и все зависит от программы тренера. На мой взгляд, если ты хочешь пойти к своей мечте, а мечта у всех – черный пояс, как правило, то минимум, минимум три раза в неделю по полтора-два часа, и в те дни, когда нет тренировок, это бег. Ну, ты серьезно, три... Ну, то есть, да, полноценная такая нагрузка. Полноценная такая нагрузка. Полноценная, конечно, четыре раза в неделю полноценная нагрузка, и каждый день бега. Тогда ты можешь говорить о выносливости, о физической подготовке. А какому времени, когда, вот, примерно, возраст, когда можно получить черный пояс присвоить? В каждой организации есть по-разному, и в каждой стране по-разному. В Японии могут дать черный пояс и ребенку, которому 10 лет. А как же так? Ну, вот, он идет, тренируется, он сдает экзамены на пояса и может получить этот черный пояс. В наших странах больше все-таки тренера склонны к тому, что черный пояс давать, там, не раньше 14-15 лет, потому что все-таки это нужно пройти очень много боев, очень такой большой экзамен, и доказать, что ты это можешь. И в нашей организации, и во многих других похожих организациях на наших каратэ все-таки это установлено 15, 14, 15, 16 лет, не раньше ты можешь получить. А у нас много девочек получают вот черный пояс? Получили уже. А есть вообще девочки с черными поясами? Конечно, Елена Бережна у нас есть с черным поясом, тренер, и она уже как бы и дралась, спарринговала после 20 лет. Я думаю, что, ну, женщин именно, ну, около 10 человек точно будет в Латвии, которые... Ну, это очень прилично. Да, и для нашей страны это же... Черный пояс – это серьезно. Ты признанный суперчемпион, да, без вопросов, да. Да, ну, как бы все понятно. Ну что, у нас сейчас время небольшого перерыва, после чего мы продолжим программу «Люблю лайв» и поговорим уже, может быть, о других еще материалах свежего номера. Обязательно. Продолжается программа «Люблю лайв». Ну, и вот давайте, может быть, полистаем журнал, что ж тут такого интересного, первый номер. Продолжаем мы праздновать разнообразные праздники. Несмотря на то, что уже и одно Рождество отпраздновали, и второе Рождество отпраздновали, и Новый год, но впереди самый удивительный праздник, о котором написал наш журнал, это Старый Новый год. Я не знаю, коллеги, кто из вас отмечает, но мы решили в журнале нашем, что хороших праздников много не бывает, поэтому давайте отмечать все подряд. Согласна. Татьяна, смотрите, у нас в редакторском голосовании блюдо победило под названием «Селедка под шубы». Я уже даже не знаю, вы девушка из спортивной жизни, вы вообще вот позволяете себе хоть раз в год что-то похожее? Или попробовать, или приготовить. Конечно, я же так же, как и все девочки. Ну, слава Богу. Ты меня отпустила сразу. Ну, очень хорошо. Тут столько рецептов, я смотрю, «Селедки под шубой», с ума сойти, и в виде рулеты, и в виде салата, и торт даже, и тарталетки. Торт, да, даже есть торт. Мы вот когда рецепты собирали, так сами радовались. Блюдо вроде как с детства знакомое такое, советское, мамы, бабушки наши готовили всегда. На Новый год обычно всей семьей садимся, начинаем резать, кто режет там ингредиенты. Много мисочек, да, вот все потом слоями все это складывать. Но на самом деле его можно сделать очень даже таким ресторанным, гламурным, таким вот презентабельным. Хотя мне кажется, ну, самое такое приятное, любимое, так вот простому в миску сложенное. Ну, и не знаю, это привычки из детства кому что больше нравится. У кого на что сердце отзывается. Ой, приближается, ведь еще 25 января мы можем праздновать уже не старый Новый год, а Новый год по китайскому календарю. Да, то есть мы вообще можем много чего праздновать. Январь прекрасный месяц. Действительно, и во все стороны разнообразные традиции нас могут отправлять. Год же крысы наступил или наступает 25 января, так что мы идем в ногу и вот сделали статью о крыске в доме и о том, можно ли совместить несовместимое. Вот начали мы разговаривать сегодня с женщиной в карате. Как-то мы тоже с Олегом думали, что это несовместимое, но Татьяна нам отлично и блестяще доказала, что это отлично совмещается, девочки и карате, а сейчас у нас кошка и крыска. Так вот, зоопсихологи, товарищи дорогие, говорят нам, что тоже можно совместить. Не представляю, как, но вот говорят, что можно совместить. Но у них очень, у крыс очень разный характер, потому что у меня жило несколько крысок дома и совершенно разные. Хотя казалось бы, господи, что там в этой голове есть? Маленькая, да? Одна послушная, другая совершенно не слушалась, постоянно получала по попе за то, что все грызла, до чего могла дотянуться. То есть такой характер у нее был очень слух. А другая была настолько послушная, то есть ей можно было сказать, что вот это делать нельзя. Я поражался сам, но она после этого обходила, например, те районы квартиры, куда и соваться нельзя было. Потрясающе. Вот ты думаешь, она правда тебя слышала? Я не знаю, но во всяком случае, ну, ты ему в гаразию послушала. Ну, если поражала вода бы прекратила грызть, наверное, что ты понимала, да? Понимала, да. Потому что она вот не пила там из краника там с питьевой водой. То есть ей объяснили, что это поилочка для людей. Вот у тебя и своя поилочка, у нас своя. Все. Она больше не подходила. Фантастика. Фантастика. Да, я все время удивлялась, как можно животного к чему-то, ну, так вот конкретно адресировать. Просто, ну, у меня кот сам гуляет по себе, он там на меня посмотрит, типа, идите же. Я сам по себе, да. А когда вот такие моменты, это здорово, классно. Так что вот если вдруг задумаетесь завести такого маленького грызуна дома, крыска, да, или крыска нет, Олег вам говорит, крыска, да, крыска запросто, да. Комнатные растения, тут, смотрю, очень тоже интересно. Зима на дворе, да, и рассказываем, как надо братьев наших меньших, не только пушистых, но и зеленых, ну, по-особому содержать, чтобы они выжили, порадовали нас, и зиму спокойно перенесли, даже такую легкую, все равно отопление в квартире, сухой воздух, вот описаны все ситуации, которые не нравятся нашим зеленым друзьям, ну, спасти их можно, договориться можно. И вот, кстати, о спорте продолжается. Видишь, как тема, спортзал в детской, и разные идеи для квартиры, и мне кажется, если в доме растут мальчики, вот у меня у самой два сына, вот Таня сегодня сказала, да, что тоже два сына, но это обязательно атрибуты в детских комнатах, у нас и стенка, и лесенки. А у вас, Татьяна, есть тоже дома какие-то? Сейчас уже нету, потому что старшему сыну 20 лет. Уже не надо. У нас свои представления, да? Но вообще нет, ну, потому что не позволяет, ну, квартирные какие-то... То есть работа на работе у вас происходит, да? Спорт на работе. Ну вот. И дальше у нас такая вот необычная тема, демоны в обличии родителей, но, на мой взгляд, очень-очень важная. И посвящен этот материал тому, как быть нам, взрослым людям, но одновременно детям, с родителями, которые, ну, каким-то образом ведут себя токсично по отношению к нам. Эта тема такая вот, ну, не очень... О ней не очень принято разговаривать, потому что одно дело пожаловаться и сказать, вот, у меня сложное отношение со свекровью, или, знаете, все эти анекдоты про тещу, или еще что-то. Но, как правило, вот так вот вслух, в открытую говорить о том, что очень трудно жить с мамой, у которой не просто тяжелый характер, но которая на самом деле доставляет очень серьезные проблемы. Очень трудно жить с папой, который, ну, вот, будучи взрослым человеком, вдруг превращается в такое очень серьезное отягощение. И люди все-таки не доходят еще до специалистов, помогающих профессии, до психологов, консультантов, психотерапевтов, которые бы объясняли, что делать с такими родителями, как жить, как справляться с этими ситуациями, а самое главное, как защитить себя. Ну, вот и мы стараемся по мере возможности, по крайней мере, давать направление людям, в какую сторону можно думать, в какую сторону стоит бежать, когда ты понимаешь, что, да, пожилые родители уже становятся очень таким вот, ну, серьезным отягощением в твоей жизни. Это и депрессивные родители, тревожные родители, самый тяжелый случай – это психопатичные родители. Но, тем не менее, это правда жизни, да. Да, ну вот, а вот, кстати, как, например, тренер, который чувствует, что у ребенка в семье что-то не так, что родители, ну, или бьют ребенка, или оказывают на него какое-то, ну, психическое давление. Ну, обижают, да. Да, вот как он может помочь, то есть, вот чем он может помочь, дать какие-то советы, может быть, ребенку. И такие детки есть. Не буду… Ну, это правда жизнь. Да, не буду скрывать, и такие детки есть, и, как правило, я очень много контактирую с родителями. Пускай это, ну, занимает очень большой ресурс твой личный, и ресурс временной, но это очень важно, и есть родители, которые услышали, которые пошли к психологу, сами пошли к психологу, чтобы найти, у меня два таких случаях, чтобы найти контакт со своим ребенком. Но я в этом случае больше как бы защищаю детей, я больше с ними работаю и открываю их, и когда есть возможность, не позволяю родителям давить с собой, своим авторитетом на ребенка. Вот сейчас были соревнования, в субботу в салу спился, и ребенок все время плакал, он к маме просился, и вот мама, может быть, нам уйти домой с ним? Я говорю, ну, белый флаг выкинуть всегда ведь можно, ну, может быть, ему больно? Я говорю, ему не больно, он смотрит на вас, что вы переживаете, и он начинает переживать за то, что вы переживаете. А ребенок маленький, вот плачущий? Ну, пять лет. Пять лет. Ну, да, такой небольшой. Но когда я как бы маму огорождаю, с ним разговариваю, объясняю, что сейчас мы там, мы это делаем, вот это, тогда он успокаивается. Даже бывают такие случаи, когда я прошу родителей уйти. Скажу более того, я сама, когда выступала еще на соревнования, ездил мой младший сын и выходил на спарринг, я вообще уходила из помещения. Потому что я настолько тревожна, как мама была именно в его спарринге, что, чтобы не давить своим моральным таким поведением, я вообще уходила. Поэтому очень важно, чтобы тренер раскрепощал родителей, чтобы они не боялись сказать о своей проблеме. Но ведь мы знаем, что ведь родители очень часто стыдятся или боятся раскрыться. Обязательно. И стыд – это всегда спутник какой-то, а проблемы семейные. Да, поэтому, к счастью или к сожалению, по детям можно сказать, что происходит у них дома. Поверьте, я по каждому ребенку могу сказать, какие отношения у него дома с родителями, с кем лучше, с кем хуже. И ведь они выдают все очень честно. И тогда стоит вопрос, поговорить с родителями. Я стараюсь очень аккуратно, потому что я все-таки тренер детский, а не психолог взрослый. Я когда тогда подхожу к маме или к папе и говорю, что вот здесь вот я бы вам порекомендовала, я увидела, может быть. Обратите внимание. Обратите внимание, как-то очень-очень осторожно, чтобы не обидеть этого родителя, потому что, как правило, если мы взрослые обижаемся, что мы делаем, мы отвергаем. И тогда шанс есть того, что этот родитель вообще заберет этого ребенка, чтобы… Обидевшись на ваши слова или на то, что вы каким-то образом уже что-то знаете о какой-то там ситуации… И влезла в личные границы. Да, чтобы, например, они там не хотели бы или скрывали или еще что-то. Поэтому это такое очень… такая грань между дружбой и помощью, но и все-таки, как психологи говорят, да, если тебя не попросили о помощи, не оказывай ее. Да. Здесь все вот… Помощь оказывать нужно только после запроса, если на нее есть запросы. То есть я как тренер могу сказать, что вот мне кажется, или я увидела… Посмотрите, вот туда-то внимательнее. Да, да. Ну, вообще любопытно. Я вот, кстати, помню, когда моим детям пришло время пойти в детский сад, спустя буквально там несколько месяцев разговаривала с воспитательницей, и она сказала, дорогие родители, ну вот на первом собрании, вы даже не представляете, что рассказывают ваши дети про вас, приходя к нам в детский сад. Мы знаем все абсолютно, что вы предпочитаете на завтрак, что вам утром сказал муж, как вы посмотрели на маму, что при этом подумала ваша девочка или ваш мальчик. Мы все про вас знаем. Вы просто на всякий случай имейте в виду, когда вы вечером забираете ребеночка, что мы, в общем-то, в целом в курсе происходящего в вашей семье. Это правда, да, дети очень делятся. Дети все рассказывают. Ну вот тоже интересно, видимо, они, детки наши, пока они еще маленькие, им довольно трудно контейнировать эмоции, которые их переполняют. Я очень много думала об этом, да, вот почему дети все рассказывают. Вот им трудно носить в себе. Они, может быть, не очень понимают, что им делать с этими переживаниями. Они пока что верят открыто во все, что вот во все доброе, что все, что там я поделюсь, это добро, все, что я возьму, это тоже добро. То есть они больше открытые, чем мы, они еще не поставлены границами какими-то. Они не умеют, наверное, думать одно, говорить другое, как взрослые даже. Да, конечно, если Таня сказала, что начиная с двух лет, до скольки у вас возрастные группы? Шесть-семь лет, и дальше уходят в старшую группу. А, ну вот это дошкольники. Дошкольники. Это получается дошкольники, да. И они на самом деле, это, наверное, самый такой вот возраст доверия к миру. Да. Потом они идут в школу, и начинаются уже другие социальные отношения у детей. А так они приходят, тренер Таня, да, обнимашки, все. Да, они верят, они, у них все счастье в глазах, все мир, тепло. У них нету там, этому скажи, этому не скажи. Они искренне верят в то, что все будет там хорошо. У них нету, как у нас, а что будет завтра, что будет через час. Они пришли сейчас, потренировались, там, пойдем домой, съедим конфетку. И у них вообще очень важно, что после тренировки конфеток не будет. Я должна быть подготовлена всегда с конфетками идти. Поэтому мне кажется, что нам, родителям, очень важно быть честными с самим собой и признаваться в своих ошибках. Ведь мы родители столько лет, сколько нашему первому ребенку. Ну да. То есть я всегда говорю, там, мама приходит, вот, я так не знаю, как с ним разговаривать. Я говорю, конечно, вы не знаете, вы мама только 4 года. Как вы можете знать? Да, это не очень большой стаж в этой профессии. Всего лишь 4 года. Говорю, поэтому идите вперед вместе, разговаривайте. И еще раз повторюсь, что очень важно, чтобы родители были честны и, если есть проблема, не боялись идти к специалисту. Да, это очень важно. Спасибо, Таня, рекомендация. И специалисты могут поддержать в тех вопросах, в тех проблемах, на которые мы не можем получить ответ ни с подружками, ни в родительских чатиках, да, ни в интернете. Ну, все-таки отдельные вопросы, это отдельные... А вот, кстати, мне тоже пришло в голову, а процентное соотношение мальчиков и девочек у вас какая? В вашем спортивном клубе, в спорте, в Риге, скажем? Я думаю, что 70-80% это мальчики. Мальчики. Ну, девочки-звезды, если их там не так много. Девочки больше хотят быть девочками. Да, и вот вчера как раз была беседа с Юрием Гуцином, он говорит, вот его супруга говорит, слушай, ну я посмотрела, ну может быть наши девочки все-таки не в карате, а в танце. Он говорит, какие танцы, там нету дисциплины, там нету этого духа. Надо в карате хотя бы до определенного возраста. Поэтому, ну, не знаю, мне сложно сказать, я все-таки за то, что ребенок должен заниматься спортом. Любым. То есть, получается, что не должно быть этого разделения. Если он играет на скрипке, условно говоря, значит, карате не длиннее. Он может совмещать и ту, и другую. Конечно. У меня есть девочка, которая занимается бальными танцами, ходит к нам на карате и занимает первые места. Вот и пожалуйста. Ну, это противоположное абсолютно. Абсолютно противоположное. То есть, там женственность, музыкальность, чувство ритма и так далее. И здесь сплошная импровизация, агрессия до определенной степени. И там у нее успехи, здесь у нее успехи. Поэтому нету таких, давайте не ставить сами себе ограничения, я так говорю. Попробуйте отдать ребенка. Не пошло, отдайте в другой спорт. Ну, просто не бросайте спорт. Сам спорт, он должен быть спортом. Но мы за гармонию. Конечно. Правда же? Да. Конечно. А уж как мы за гармонию в журнале «Люблю». Кстати, в очередной раз хочу напомнить, что мы продолжаем выписывать журнал «Люблю», и если кто-то не успел, то тот совершенно не опоздал. До конца января можно подписаться. А самое главное, пожалуйста, участвуйте в единственном в нашей стране конкурсе «Стань обложкой журнала «Люблю». Ни один журнал Латвии больше не делает такую акцию, как делает журнал «Люблю». Вы можете прислать свою фотографию и стать девушкой с обложкой. И вот в этом номере мы уже опубликуем первые фотографии. Тут посмотрите, какие у нас красотки. На самом деле, думаю, Ким Кардашьян у вас или вообще? А это вовсе даже наша читательница. Видишь, какие красавицы. Ну, это фантастика, конечно. Я смотрю и думаю каждый раз, ну как здорово, ну вот как приятно давать людям шанс действительно, ну вот почувствовать себя. Мне кажется, это очень важно в какие-то периоды жизни для женской самооценки. Таня, как ваше мнение? Как девушке, на голове которой тоже была корона? Да, нужно в каждый момент своей жизни помнить, что ты есть сама у себя. Баловать себя, хвалить себя, покупать себе какие-то подарки, пускай это маленькие или большие, неважно, но хвалить себя. И не забывать о том, что ты женщина, всё равно ты девочка. И девочка должна оставаться кокеткой, должна оставаться как... Наряжаться. Наряжаться, всегда оставаться девочкой, ведь это очень важно. Особенно есть, я так знаю, женщины, которым важно доказывать самой себе, что она женщина, не только окружающим, но и самой себе. Поэтому, если для человека важно доказывать самой себе, вот мне иногда важно доказать себе, что я девочка. Вот я ездила в поездку, я купила себе журнал, и я говорю, молодец, вот сегодня ты читаешь женский журнал. Умничка. Девочка-девочка. Девочка-девочка, да. Поэтому такие вещи очень важны. Слушайте, тут прямо я смотрю, китайская мода. Да, потому что китайский Новый год, о котором мы говорили, он не за горами, и в этом году блестки серебряные, космические, алюминиевые и прочие платья, наряды, перья тоже металлического такого блистания, все вот это, пожалуйста, носим в течение как минимум месяца. Потом, конечно, мы какие-нибудь новые тренды придумаем, но пока серебро, платина, золото, я считаю, что это любой женщине подходит, в любых случаях, ну или по крайней мере цвета, скажем так, серебра, платины и золота. Ну вот еще быстренько пробежимся по звездам. Кристина Асмус, на которую тут сначала набросились, рвали ее в интернете бедолагу за съемки в фильме «Текст российский». Ну а историк моды наш знаменитый Александр Васильев сказал, оставьте девушку в покое, и актриса она хорошая, и женщина красивая, и одевается правильно. В общем, похвалил, поддержал и очень радостно стало за Кристину Асмус. Вот так вот. Тут Евгений Пронин, актер театра и кино российский. Да, дал нам интервью, рассказал тоже вот о себе. И, кстати говоря, журнал выпустили мы в типографию, и написали, что в семье ожидается пополнение. И на днях стало известно, что пополнение произошло. О, здорово. Да, да. Мальчик у них родился в семье, так что вот Новый год начали отлично, приятно за чудесную пару. Ну и вспомнили, конечно же, Галину Волчек, ушедшую в прошлом году в конце декабря. Ну, когда уходят такого масштаба люди, конечно, всегда это переживательно. Да, очень действительно жалко, потому что, наверное, когда только люди уходят, осознается масштаб их, насколько они успели сделать и какой след оставить в истории театра. И здесь же вот рубрика «Богатые» и «Знаменитые», тут психические расстройства некоторых знаменитостей. А вот хочется прям вот, мы разговариваем сегодня утром, и хочется прям им всем сказать, ребята, всем на спорт. Вот прям вот буквально трудотерапия и спортивная терапия очень сильно подлечивает. Как вам кажется, Татьяна? Да, я даже сама за собой замечала, что бывают разные периоды в жизни, когда грустно, печально. Ну так это же жизнь. И тогда ты просто себя вытаскиваешь за волосы в этот спорт и понимаешь, что хотя бы на это короткое время, там два часа, потому что час еще после тренировки ты еще находишься в этом поле, ты реально понимаешь, что эти два часа ты не думал про эти проблемы, ты как-то занимался и дышал по-другому, и тебе кажется, что все оно как бы не так сложно. Поэтому, конечно, я за спорт, за то, чтобы каждый человек позволял себе заниматься собой. И я знаю, что очень много людей не могут позволить себе ходить в спортзал в силу финансов, в силу временного какого-то ограничения. Но… Ну а что тогда, если вот действительно… Пешком пройтись, две остановки, не ехать на автобусе. Как бы не очень ехать в спорт? Или все-таки даже эта галочка? Даже это важно, да. Потому что я тоже очень поздно приезжаю домой, я работаю как бы на двух работах, и приезжаю домой в районе девяти вечера, и понимаю, что этого движения мало. Тогда ты заставляешь себя пройтись хотя бы до магазина, не на машине, а пешком. Ведь это очень важно. Ты хоть как-то двигаешься, потому что так ты… Ну я, понятно, в тренировках есть, но вот есть очень много людей, которые работают допоздна, им некогда ходить на тренировки. Ну конечно, а работа, как правило, ну что, офис, компьютер, ну какие там у нас работы? Тогда пешком идти. Хотя бы вечером, утром ты бежишь, опаздываешь, но хотя бы вечером эти 20 минут пройтись пешком, это очень важно. Хотя бы до ближайшего киоска, где вы можете приобрести свежий номер журнала «Люблю». Журнала «Люблю». Поддерживаю. Спасибо большое. Время нам, к сожалению, уже заканчивать, но встретимся через неделю с новым гостем, с новым журналом. Да, в среду утром. До встречи. Спасибо вам большое. До встречи.